Я хотел бы акцентировать внимание на правовых вопросах, каким образом видится этот конфликт и нынешняя ситуация вокруг Нагорного Карабаха с точки зрения российского законодательства. Прежде всего, я хочу сказать, кто мне, не то чтобы поставить такой риторический вопрос, есть ли в мире хотя бы одно государство, за исключением Армении, которое является участником Нагорного Карабахского конфликта, которое бы не признавало территориальную целостность Азербайджана. Россия территориальную целостность Азербайджана признает. Сопредельные другие государства, будь то Турция, Иран, Грузия, если брать регион, если брать ведущие мировые державы, то же самое США, Франция, страны, входящие в Совет Безопасности, как постоянные, так и непостоянные члены. Никто из этих государств не заявлял о том, что оно не признает территориальную целостность Азербайджана. Соответственно, с точки зрения международного права, Азербайджан или те земли, которые купированы в настоящее время Армении, являются неотъемлемой частью Азербайджана. Второй, опять же, риторический вопрос, который хотелось бы здесь озвучить. Назовите мне хотя бы одну страну мира, которая признает Нагорно-Карабахскую республику. Россия не признает, даже сама Армения ее не признает, Азербайджан не признает, опять же Иран, Турция и далее по списку мною ранее озвученному. Никто в мире не признает это государство. Какой из этого делается вывод? Все структуры, которые находятся на территории громко именуемой Арцахом, особенно вооруженные структуры, с точки зрения уголовного законодательства Российской Федерации, 208 статья Уголовного кодекса, являются незаконными вооруженными формированиями. И с этим спорить бесполезно. Иначе, опять же, возможно в Армении другая точка зрения, но с точки зрения Уголовного кодекса России это именно так. Далее возникает вопрос, после эскалации конфликта 2-5 апреля Министерство обороны Армении опубликовало на своем сайте списки погибших и места их захоронений. Так вот, в этом списке нет ни одного жителя Нагорного Карабаха. Получается, что любое присутствие людей в составе оккупационных войск на территории Армении является или военным наемничеством, или участием в незаконных вооруженных формированиях. С точки зрения российского законодательства. Опять же, я не беру законодательство Республики Армения. Исходя из этого, возникает разумный вывод. Кто может запретить суверенному государству под названием Азербайджанская Республика уничтожать преступников на своей территории? И даже более, задам более жесткий вопрос собравшейся здесь аудитории. Кто может воспрепятствовать делать это? Еще раз повторю, уничтожать преступников с точки зрения норм российского уголовного права. Если это дело обстоит так, то возникает вопрос, каким образом должен решиться конфликт между незаконными вооруженными формированиями и суверенным государством. Суверенное государство должно или их уничтожить, или вытеснить со своей территории, туда, откуда они пришли, или дать им возможность раствориться среди граждан сопредельных государств. То есть, позволить преступникам уйти в свои территории и продолжать, чтобы они продолжали свою преступную деятельность на территории соседних стран. Возникает только один разумный и с точки зрения, опять же, системы российского права, вариант разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. Армения забирает преступников с территории Азербайджана и осуществляет над ними правосудие на своей территории, и параллельно передает оккупированные территории под юрисдикцию Азербайджанской республики. Других вариантов, к сожалению, с точки зрения системы российского законодательства не существует.